здравствуйте уважаемые дорогие любимые зрители подписчики и гости канала поступил такой запрос найду ли я хорошую работу в загаданный срок ну давайте сейчас рассмотрим этот вопрос 4 варианта перед вами таро истока новая для меня таро загадывайте свой срок когда вы хотите найти свой исток до свою работу и загадывайте что в вашем понимании значит хорошая работа то есть определяется для себя сами какую работу вы хотите найти да что такое хорошая работа и загадывайте срок в который вы хотите ее собственно найти да вот ну хотя бы в общих чертах да что это будет за работа которая будет вас удовлетворять финансовом смысле в смысле вашей занятости в смысле вашей самореализации да в смысле того времени которое она будет у вас занимать смысле близости допустим от дома и т.д. и т.п. да всякие варианты возможно короче говоря да найдете ли вы хорошую работу для вас хорошую удовлетворяющую ваши потребности до ваши запросы относительно работы в загаданный вами срок да ну срок не советую загадывать очень большой если что в конце концов этот расклад довольно простой в его можно будет и повторить через какое-то время если будет такая необходимость и потребность короче говоря за года загадывайте если кто еще не загадал ну либо просто да если вы не можете определиться с хорошей работой да с формулировкой этой хорошей работы нас критериями этой хорошей работы для вас и с каким-то сроком да можете просто выбирать одну из четырех позиций короче говоря выбирайте свой вариант а я приступаю к трактовкам для тех кто выбрал первую позицию первую карту найдете ли вы хорошую работу в загаданный срок да ну либо в какое-то ближайшее время а здесь выпадает 21 старший аркан мир и немножко беременная женщина до которая сидит на на неком земном шаре на некой вселенной здесь эта карта говорит да однозначно найдете потому что вы уже созрели буквально для того чтобы ну либо переходить на одну работу с другой работы да то есть либо бросать свою текущую работу которая вас не удовлетворяет да и переходить на новую до что-то в чем-то новом себя реализовывать да в чем-то новом себя пробовать вот ну либо если вы просто без работы сидите да то вот вы буквально вынашиваете эти планы да как бы вот да эти планы реализовать и они у вас будут реализованы потому что вы уже готовы вы уже созрели буквально для кого-то может быть так да вот частная трактовка для у кого-то может быть такая выпасть по этой карте что если вы сидите с детьми может быть да со своими детьми как вариант может быть для вас вот до сидения со своими собственными детьми до выращивать растите до да сначала заиметь своих детей потом их вырастить вот это для вас может быть такой вот своеобразной работой да то есть может быть хорошая эта работа вам особо и не нужна да вам нужно вот буквально заняться рождением и воспитанием своих собственных детей вот не знаю что сейчас за это государство дает но вроде как какие-то деньги там обещаются за это да то есть для кого-то может быть вот это будет как работа да ну я там не говорю про суррогатное материнство но конечно очень это да что называется суррогатное материнство еще выдержать надо по здоровью потому что сидеть на всех этих гормональных препаратах а нафиг оно надо да и гормоналка потом едет и вообще как это ну себе дороже можно сказать да но во всяком случае до рожать детей для себя и сидеть с этими детьми может быть для вас будет лучшая работа да и на самом деле это для вас будет скажем так лучшая внутренняя самореализация да чем вот ходить там куда-то в офис да или там работать на чужого дядю или еще на кого-то да и какой-то вот такой дурацкой деятельностью заниматься но это возможно чисто чисто частная трактовка то есть если вы чувствуете что вам больше нравится сидеть дома и заниматься детьми да и воспитывать детей пожалуйста да пожалуйста выбирайте вот это своей работой и не парьтесь никакими заморочками да никакими интроектами чужими что нет вот нужно делать работу нужно делать карьеру и все такое да ваша карьера это может быть ваши дети как вариант как вариант но если вы чувствуете что этот вариант не ваш до что вы все-таки хотите именно в карьере реализовываться то тогда эта карта трактуется не буквально трактуется как ну да вы уже готовы вы уже буквально беременны этой идеей да и вы уже вот буквально на сносях что называется да и вы скоро эту работу желаемую получите такое такое вот значение нам дает для карты мир эта колода завершенный цикл аркан мир сообщает что путешествие закончена женщина на этой карте впитала и переработала свой мирской опыт объединила ум тело и дух чтобы завершить цикл в собственной жизни и теперь она готова к следующему кругу она трудилась и росла духовно она обрела множество навыков и вот результат ее трудов она превратилась из новичка в мастера она стала новым существом исполненным чувство свободы и удовлетворенности цельная и совершенная она вкусила из чаши божественного духа и теперь излучает неземной свет значение завершение путешествия смена парадигмы мастерство спокойствие ума легкость цельность успех неизбежен совершенство и гармония короче вы уже на такой высокой ступени мастерства на такой высокой ступени развития что вам уже пора бросать вот эту текущую вашу работу и находить что-то новое что-то что вам по плечу да что достойно вашего уровня и вашего мастерства и эта карта говорит да если вы претендуете на какую-то ну конкретную работу да на какую-то конкретную должность и как бы сомневаетесь возьмут вас не возьмут до потянете вы не потянете оценят ваши вот качества до рабочие не оценят ли а вот здесь вот точно оценят да то есть вы точно подходите вы точно соответствуйте вот той должности на которую вы претендуете собственно вот пожалуй такая здесь трактовка да то есть карта мир здесь говорит что да однозначно у вас все получится да и вы уже готовы созрели вы мастер буквально независимо от пола кстати да мальчик вы девочка здесь это не важно счастья вам любви гармонии удачи а я перехожу к следующей к второй позиции для тех кто выбрал вторую карту получится ли у вас загаданный срок найти новую хорошую работу для вас здесь выпадает карта семерка чаш ну вы знаете если бы это была другая колода наверное если бы это был другой вопрос вопрос там про любовь про отношения про эмоции я бы наверное сказала да но пожалуй именно на поиск новой работы да вот именно получится ли я тут скажу что нет потому что карта все таки вот с одной стороны может быть еще не время да карта показывает что еще не время а с другой стороны вот эта карта некого замешательства да когда человек вот не знает что выбрать да не знает что выбрать и не знает нужно ли оно ему или нет на самом деле да то есть возможно вы еще не определились куда вы хотите да что вам выбрать хотите ли вы менять работу хотите ли вы вообще куда то устраиваться на хотите какую возможности из нескольких вы хотите выбрать да какой путь выбрать какую дорогу выбрать какое направление на какую должность в общем вы еще не совсем созрели до по первой Если по первой карте там уже девочка созрела, как в песенке пелось, то здесь вот девочка, персонаж еще не созрел по семерке чаш, и пока еще вот такая вот прострация, пока непонимание, пока вы еще недостаточно определились внутренне, поэтому возможности для вас, они хоть, может быть, и есть, да, то есть формально возможности у вас, может быть, и есть, но вряд ли вам получится их здесь реализовать, ну, во всяком случае, в загаданный срок. То есть в загаданный срок вам задача просто определиться с выбором возможностей. Давайте я сейчас вам прочитаю трактовку этой карты по данной колоде, да, посмотрим, подтвердит ли она, вот, мое восприятие этой карты. Семерка чаш. Слишком большой выбор. Женщина заворожена призрачным сиянием вариантов, представших ее взору. Семерка чаш показывает тот глубоко личный миг, когда человек вдруг понимает, что возможностей слишком много. Мы, случается, мечтаем о бесконечных возможностях, добавлю в скобочках, особенно если мы гексли, но в реальности все далеко не так радужно, или чересчур радужно, да. Бурное воображение и зашкаливающие эмоции осложняют выбор. Было бы легко и соблазнительно продолжать мечтать, но для того, чтобы вырасти, все-таки надо принять решение. Ваша жизнь изменится, но определенно в лучшую сторону. Ну, когда-нибудь, да. Значение. Мечта вместо действий. Промедление в принятии решения. Потакание своим слабостям. Намеренное отвлечение от голоса интуиции. Вот, да, вот это вот намеренное отвлечение от голоса интуиции меня тут немножко так вот ставит в небольшой тупик, да. То есть, ну, возможно, вы еще не то, что не созрели, да, не то, что не готовы делать выбор. Может быть, вы просто сейчас еще пока не хотите делать выбор, да. Может быть, то положение, которое сейчас у вас есть, оно вас, в общем-то, устраивает, да, и вам, ну, где-то больше приятно. Больше приятнее, больше нравится просто мечтать, чем конкретно делать выбор, чем конкретно ставить какую-то цель, чем конкретно что-то менять в вашей жизни. Ну, может быть, еще пока не время для вас, ну, и ради бога, да. Поживите пока так, поживем-увидим, да, поживите, определитесь, и, может быть, да, может быть, эти мечты для вас выкристаллизуются, да, выкристаллизуются во что-то более лучшее. Для вас же, то есть, может быть, вы вот сейчас помечтаете, помечтаете и поймете, на что вы на самом деле хотите претендовать, да, что вы в итоге хотите получить. Вот, то есть, лучшую мечту для себя здесь вам придется выбрать, так или иначе. И тогда уже будем думать, как она уже дальше будет реализовываться, да, то есть, самое главное выбрать, самое главное определиться, а потом уже ждать и идти в какую-то реализацию. Вот, пожалуй, такое значение, да, значение неплохое, но по идее, по сути, но в загаданный срок эта карта нам все-таки отвечает, что нет, пока еще не совсем ситуация созрела, чтобы вам в загаданный срок получать, да, какое-то реальное решение, какую-то реальную работу, да, и какой-то реальный результат. Тем не менее, счастья вам, любви, гармонии, удачи, да, самоопределение верного, правильно, для вас лично. А я перехожу к следующей, к третьей карте. Для тех, кто выбрал третью карту, получится ли у вас получить работу, новую, прекрасную, в загаданный срок? Ну, вот здесь выпадает прекрасная и замечательная карта Сила, старший Аркан, 11, пардон, 11, да, такая вот женщина-мастер, которая оседлала льва. Ну, здесь однозначно, благодаря вашей силе, вашей настойчивости, вашему мастерству, да, вашей такой вот смелости, я бы даже сказала, здесь вам, у вас все получится, да, и вы найдете вот эту какую-то свою работу. Да, именно ту, которая будет, да, вот сейчас на данном этапе наиболее важна, наиболее значима для вас, да, наиболее желанна, да, вот осуществление ваших желаний вы здесь получите, причем осуществление вот собственноручное, да, собственно личное, да, единоличное и собственноручное, то осуществление, которое, которого вы добились сами, да, которое вы своими руками, что называется, сделали, да, Тут вот как это, self-made man, тут вот видимо self-made woman такая, ну или man действительно, если вы мужчина. Если здесь идет какая-то конкуренция, и вы сомневаетесь немножко в себе и думаете, что победите ли вы ваших конкурентов, обойдете ли вы их, или хватит ли у вас навыков, мастерства какого-то, чтобы получить эту хорошую работу, соответствуете ли вы этой работе. Здесь можно сказать, что да, однозначно вы соответствуете, вы всех победите, всех этих конкурентов. Ну вот, что тут еще можно добавить, я даже не знаю, карта четко говорит, да, то есть благодаря вашей силе, вашей напористости, вашей энергии, вашим действиям, вашей уверенности в себе, вы получите эту самую хорошую, желаемую для вас работу. Давайте я сейчас прочитаю вам значение этой карты сила по данной колоде 11-й старший аркан. Укращенная страсть, она здесь называется, эта карта, в каждом человеке изначально есть и мирная, и буйная энергия. Если пустить дела на самотек, дикая часть нашей натуры способна перехватить борозды правления, нарушив жизненное равновесие. На карте сила изображена женщина, гладящая льва, агрессивный аспект своей сути. Женщине совершенно не нужно от нее избавляться, вместо этого она нежно и ласково склонит ее к взаимовыгодному партнерству. В гармонии с мирной энергией и под управлением ее смелости и внутренней силы дикая энергия станет помощником женщины, способным придавать сил и поднять на невиданные высоты. Значение. Сила, происходящая из уважения ко всем аспектам своей личности. Смелость, самодисциплина, уважение, обузданная энергия, трансцендентность, упорство. Особенно трансцендентность. Карта однозначно говорит, что благодаря вашей энергии, вашей силе вы добьетесь тех результатов, на которые дерзнете. И тут не бойтесь дерзать, у вас все здесь получится. И в загаданный срок вы получите работу вашей мечты буквально, на которую вы претендуете. Ну, для кого-то может быть вопрос тогда такой, а что есть работа моей мечты, а на что мне претендовать. Хотя, не знаю, может быть по карте сила. Такая личность сильная, определившаяся уже, что таких вопросов уже не стоит давно перед вами. Да, чего вы хотите. Тут вы знаете, что вы хотите, и вы этого добьетесь. В загаданный срок. Да, что особенно приятно. Счастья вам, любви и гармонии. Да, спасибо за просмотр. Пусть этот вариант у вас, тем не менее, проиграется. Да, если вы чувствуете в себе такие силы. Ну, либо, если вы не чувствовали до того, как посмотрели этот расклад. Вот карта сила говорит вам, почувствуйте, наконец, себя, вот эту силу, да, вот эти ресурсы, да, вот эту энергию добиться этой цели. Любой цели, какую вы перед собой поставите, да, любой амбициозной цели. Чего я вам и желаю, да, добивания этой цели. Добейте уж всех там, да. Счастья вам, любви, гармонии, удачи. Я перехожу к последней, к четвертой карте. Для тех, кто выбрал четвертую карту, получите ли вы работу благоприятную для вас, да, работу вашей мечты в загаданный срок, да, хорошую работу для кого-то. Угу, тут написано 2014-2017 год, да, мелким-мелким шрифтом только заметила. Туз мечей выпадает, да. Туз мечей нам говорит однозначно, да, это, возможно, будет такая вот честная борьба, честная конкуренция, в которой вы с честью выиграете, да, борьба, которую вы выигрываете. Возможно, здесь нужно будет показать именно ваш интеллект, ваш ум, либо работа будет связана именно с интеллектом, с умом, с какой-то вот даже холодной механической деятельностью. Может быть, это, да, как часто торологи говорят, что это работа в силовых структурах, да, работа хирургам, да, все, что связано вот с ножами, с какими-то скальпелями, да, работа с металлами, работа с допингами. Пробами, простите, да, почему-то у меня такая идет ассоциация, как колбочки какие-то, да, вот, то есть работа может быть где-то механическая, да, но требующая сосредоточенности полной, требующая полной правдивости какой-то, да, полной конгруентности, да, что вот полного присутствия, да, работа требующая полного присутствия, полного понимания, что вы делаете, да, полного отчета в своих действиях. Вот, очень такая вот ясная, да, как некий стеклянный дом, да, я не знаю, может быть, реальная работа там в суде где-то, да, либо, да, либо, кстати, вот, open air, да, как это называется, когда вот все сидят в одном аквариуме, да, и все вот друг у друга на виду, да, в стеклянном каком-то офисе, возможно. Вот туда вам и дорога, что называется, да, и еще там сидеть будете и какие-то интеллектуальные задачи решать. Вот такой вот вариант, да, или, извините, да, вот это, вот эти вот, некая тут постройка мне еще напоминает, помимо всяких лабораторий, помимо офисов, да, компьютерных лабораторий, да, стеклянных офисов, да, и стеклянных домов во всех смыслах, да, больницах, еще напоминает, вот, сетку, да, в общем, хоккей, да, футбол, вот это вот сетка или ограда, ограждение какое-то там, или стеклянное, или действительно там волейбольная какая-то, ну, да, на волейбольной площадке, по-моему, сетки нету, но вот какая-то сетка вокруг, либо сетка, либо бордюр какой-то стеклянный вокруг, вот, поле, да, поле боя, хотел сказать, вокруг поля, на котором происходит какое-то действие, да, короче говоря, это спорт, это, опять же, борьба, может быть, такая вот даже трактовка. Ну, частный вариант, да, не всем же в хоккей-то идти, да, особенно если женщины смотрят, но тем не менее, вот, то есть, но в любом случае эта карта говорит о вашей победе, причем о победе вашего ума, о вашей решительности, о победе над соперниками, если у вас есть какие-то конкуренты, да, вы их победите обязательно, да, и давайте прочитаем для закрепления, да, для уточнения значения туза мечей, вот он сам открылся на этой странице, да, туза мечей в этой конкретной колоде Таро Истока. Могущественная ясность, вот так, ни много ни мало называется здесь туз мечей. Туз мечей – суть и начало всей масти, он несет огромный запас дикой, свежей силы и энергии. Меч рассекает паутину, на которой держатся туманные клочья наших представлений о себе. Воззрение, мнение, факты, мечты и идей, да, интроекты, короче говоря, да, здесь этого слова нету, но психологи знают, что такое интроект. Кстати говоря, да, здесь, если здесь вы психологом собрались работать, да, то это тоже вполне себе ваше, вы научитесь, да, вот рассекать вот эту паутину самопознания, да, то есть, ну, паутину непоняток, да, вы научите, ну, не научитесь, да, людей будете учить, как понимать себя самих, да, как вот разбираться в себе, как слушать себя, да, как быть абсолютно, да, конгруентными, да, как быть абсолютно открытыми своему собственному опыту, да, как будете учить людей, короче говоря, как быть вот здесь и сейчас, да, чувствовать себя здесь и сейчас, абсолютно понимать и отдавать себе отчет в том, что с вами здесь и сейчас происходит. То есть тоже ясность, но ясность именно, которую вы будете дарить другим людям. Когда туз мечей появляется в раскладе, это значит, что близок редкий момент ясности. Он разрубит субъективные реальности и откроет правду, принесет озарение или новый подход, который вы ждали. Ну вот, плюнуть на него тоже. Святое дело, как говорится, который вы ждали. Может быть, здесь вас на вот этом поприще ждет, что-то я разошлась по этой теме, по этой карте. Может быть, вас на этом поприще, которое вы выбрали, ждет действительно прорыв в каких-то новых технологиях, что-то новое вы здесь откроете. Может быть, у вас уже есть какие-то наработки по этой теме, и вы хотите пойти на эту должность, на это место, в эту работу, в это занятие. Хотите пойти. И, да, если у вас есть какие-то наработки в этом плане, они будут успешны, они будут новаторские, скажем так. Новаторство, да, новаторскость. Здесь тоже, да, новый некий подход можно увидеть в этом тузе мечей. Обратите особое внимание на то, что вы говорите и думаете. Знание дает силу, но без осознанности оно быстро превратится в заблуждение. Ага, знание, сила, как говорится. Значение. Ясность ума, действия великих сил, новый подход, сила, долговременный успех, решительность, амбиции. Вот, да, такая замечательная трактовка. Ну, естественно, эта карта говорит, туз мечей нам говорит, да, говорит нам о полной победе в загаданный вами срок, да, о том, что вы получите хорошую для вас работу и очень успешно, очень удачно, очень эффективно, да, инноваторски в ней там самореализуетесь, да, самореализуетесь, очень замечательно и ясно. И, может быть, да, некую ясность вообще в эту отрасль внесете, да, либо вот действительно будете работать с клиентами, которые, которых вы будете как-то вот наставлять на путь истинный, да, понимать жизнь, да, научить их понимать лучше жизнь, либо просто вы придете в какую-то компанию, где полный бардак, и вы там наведете порядок, наведете полную ясность, да, и заставите людей ходить по струнке, но при этом это будет очень хорошо для эффективности компании, эффективности работы, и вы там буквально славу получите, да, на этом месте. Вот, пожалуй, все, что я, наверное, здесь могу вам сказать по этой карте, да, может быть, вы это тренером пойдете в нашу футбольную сборную, как вариант, да, и они все у вас будут там в этой сетке, да, на тренировках бегать, да, с утра до вечера, но зато вымаштруются, так что потом, да, так что потом побеждать будут. Вот, все, пожалуй, да, счастья вам, любви, гармонии, карта говорит однозначно, да, все у вас получится, дерзайте, реализовывайте свои амбиции. Ну что, было классно, да, удачи вам, да, было классно, спасибо этой колоде, было очень интересно. Спасибо вам за просмотр, всем спасибо, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok